Отлично. Значит, ну вот, во-первых, информацию, наверное, все уже прочитали, что семинар сегодня будет совмещенный, то есть Михаила не будет. Ну вот, а значит, про контрольную там тоже, ну в смысле, не все из нас еще проверили контрольную, в общем, она еще не до конца проверена, но я надеюсь, что там сегодня-завтра уже результаты будут, и да, и в общем, в пятницу можно будет ее даже, наверное, посмотреть прямо руками. Вот, значит, ну и дальше уже обсудить. Если есть какие-то вопросы прямо сейчас, то я готов тоже на них ответить. А, кстати, что-то я не подумал, а может быть, вы хотите что-нибудь разобрать из контрольной? Наверное, хотим, но когда уже получим работу. Хорошо, хорошо. Ну давайте тогда на пятницу запланируем нормально, тогда в пятницу, в пятницу тогда обсудим. Окей. Значит, теперь, ну что, что нас ожидает сегодня, но сегодня, значит, план такой, что мы все-таки, я немножко договорю про квадратичные формы, а именно про определение, в смысле не определение, а способ, как понять, когда квадратичная форма положительно определена. Значит, то есть, когда она является, определяет скалярное произведение. Ну вот, а дальше перейдем, дальше закончим, на этом мы закончим с квадратичными формами, с билинейными функциями и вот с такой чисто линейной алгеброй и займемся проективной геометрией, как вот даже было написано. Значит, сначала, ну давайте так и назовем это критерий Сильвенстрика. Значит, речь вот о чем, что, ну как бы я напомню, что значит, что билинейная форма, билинейная функция положительно определена, это значит, что для любого x, если мы подставим туда x и x, то будет больше нуля. То есть, билинейная форма положительно определена, если б от x, x больше нуля для любого x из v. Значит, ну где b у нас, значит, из x на x, ой, почему x, из v на v в r. Вот, ну бывает неотрицательная определенность, когда тут больше либо равно нуля, бывает, наоборот, отрицательная определенность, когда меньше нуля. Где это будет много возникать, это в анализе, когда у вас будет анализ многих переменных. У вас когда это, у вас сейчас что на анализе? Алло, алло. Что сейчас? Интегралы. А, сейчас интегралы. Ну, видимо, я не знаю, когда будет анализ многих переменных, наверное, в следующем году. Ну, в общем, там это важно при изучении там особых точек всяких там кривых, всяких там поверхностей. Ну, типа аналог формул Тейлора для одномерного случая. Значит, вот там это активно будет использоваться. И критерий Сильвестра такой. Ну, да, значит, ну, понятно, что вот у нас есть билинейная форма. Значит, квадратичная форма положительно соответствующая, положительно определена. Значит, она просто больше нуля для любого значения x. Значит, квадратичная форма. Давайте, может быть, я, знаете, тут выключу звук. Звук там включу, потому что как-то я вас плохо слышу. Получит. Ну, ладно, все, неважно. Да, я вас вижу хорошо. Значит, квадратичная форма положительно, квадратичная форма q положительно определена. Да, если квадратичная форма x больше нуля для любого x. Это значит, ну, вот, just the same. Хорошо. Критерий Сильвестра говорит следующее, которое мы сейчас будем доказывать. Критерий Сильвестра. Он говорит, что q положительно определена тогда и только тогда, когда все угловые миноры ее матрицы в некотором базисе положительно. Значит, q положительно определена, если все угловые миноры ее матрицы в некотором базисе, но в любом базисе. Положительно. Значит, что такое угловые миноры? Угловой минор матрицы. Вообще минор… Давайте просто… Сейчас, извините. Минор… Минор матрицы. Я понял, что я не помню, было ли у нас такое определение. Минор матрицы. Матрицы – это определитель некоторой подматрицы. Ну, любой подматрицы. То есть мы выбираем по некоторым правилам какую-то подматрицу, и минор – это определитель некоторой подматрицы. А угловой минор – это вот что такое, если у нас есть матрица, то это квадратная подматрица, которая прилеплена к левому верхнему углу. То есть вот если мы берем вот такую подматрицу, и ее определитель – это угловой минор. А там, не знаю, если мы берем, условно говоря, где-нибудь вот здесь подматрицу, тоже квадратную, то это не угловой минор. Это тоже минор. Определитель вот такой красной подматрицы – это минор, но не угловой. А вот это вот угловой минор, ну, если определитель взять. Ну вот, значит, такое определение. Если все угловые миноры положительны, то форма положительно определена. Значит, ну, почему это довольно логично? Потому что, смотрите, как бы, ну вот давайте, значит, у нас есть квадратичная форма, давайте приведем ее к диагональному виду. Значит, на диагонали, как мы знаем, будут единицы, минус единицы или нули. Ну, привели, значит, что значит, ну вот мы привели к диагональному виду. Что значит, что она положительно определенная? Приведем Q, ну, там, к каноническому виду. Значит, вот тут на диагонали какие-то там Q1, Q1, Q2, Q2 и так далее, Q, 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 какие-то нули там. То есть у нас получается, что Q от X это Q1, Q1, X1 в квадрате плюс Q2, Q2, X2 в квадрате плюс и так далее плюс Q, 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 X, Q в квадрате. Значит, для любого X, X1 и так далее, XK, да? Что значит, что Q положительно определена в терминах вот этих Q маленьких и И? В сигнатуре не будет минусов. Что, что еще расскажите? В сигнатуре не будет минусов? Да, 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 что в сигнатуре не будет минусов, что все Q положительные. Значит, Q положительно определена. Это значит, что все Q и И больше нуля, то есть действительно в сигнатуре нет минусов. Ну, смотрите, ну тогда все, если мы посчитаем, если мы начнем считать все главные миноры, то, конечно, они будут положительными. Это просто будет произведение этих положительных чисел. Это, конечно, ни о чем не говорит, потому что произведение двух отрицательных чисел тоже положительное. Но, тем не менее. Действительно, как бы похоже на правду. Вот. Значит, как? Вот это так работает. Как мы это будем доказывать? Мы это будем доказывать через теорему Якоби. Значит, вот это критерий Сильвестра, который мы хотим. Вот он. А значит, мы будем доказывать через теорему Якоби. Теорем Якоби вот как звучит. А теорем Якоби мы будем доказывать через еще одну глему. Ну, в общем, сегодня логика в обратную сторону. Но зато понятно, куда мы идем. Теорема такая. Теорема такая. Пусть все угловые миноры нашей квадратичной формы отличны от нуля. Ну, до какого-то порядка. Да. Ну, или даже неважно. В общем, у нас есть квадратичная форма. Ну, давайте напишем. Пусть все угловые миноры. Миноры. Ку. Готовый. Так. Прошу прощения. Какие-то сложности все время. Ку отличная от нуля. Да, я на самом деле. Миноры. Это, может быть, конечно, нехорошо сделал. Но я не ввел такого понятия, как ранг квадратичной формы. Давайте до порядка r равного рангу q. Сейчас скажем, что такое ранг q. Тогда, значит, существует замена координат. Ну, на самом деле вы догадываетесь, я думаю, что такое ранг q. Сейчас я скажу. Существует замена координат, приводящая q к такому виду. Значит, вот такому модуль q1 x1 квадрат плюс модуль q2 делить на модуль q1 x2 квадрат плюс модуль q3 делить на модуль q2 x3 квадрат плюс и так далее. Плюс модуль qr делить на модуль qr минус 1 x2 квадрат, где, значит, qi это угловой минор, ну, модуль qi это угловой минор порядка i. А ранг q это просто ранг матрицы квадратичной формы. А порядок минора это размер матрицы или что? Да, это размер под матрицы, который мы берем. Ну, то есть вот здесь, если мы берем размера k на k, матрицу. А еще можно насчет углового минора? Он, получается, по диагонали идет? Да. То k это порядок минора. Ну, то есть, да, я как раз хотел спросить, понятно ли было про угловой минор. Ну, вот, значит, смотрите еще раз. Вот еще раз про угловой минор, да. Ну, вот у нас есть там, не знаю, матрица, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот у нее есть угловой минор порядка 1, это просто 1. У него есть угловой минор порядка 2, это вот такая штука. Это там, ну, сколько-то. А есть угловой минор порядка 3, это определитель всей матрицы. То есть в этих обозначениях, значит, вот это вот модуль q1, в обозначениях теоремы Якоби, это модуль q2, а это модуль q3. Хорошо? Да. Если у нас квадратичная форма вот с такой матрицей вдруг получилась, ну, соответственно, ранг квадратичной формы – это просто ранг ее матрицы. Ну, либо количество ненулевых элементов на диагонали, когда мы ее приведем к каноническому виду, там, количество ненулевых, количество единиц минус единиц в сигнатуре, как хотите, да? Ну, ранг как ранг. Ну, вот такое утверждение. То есть если мы откуда-то знаем, что ранг, ну, какой ранг, ну, в смысле не откуда-то знаем, вот посчитали ранг квадратичной формы, поняли, что она там, что у нее ненулевые угловые миноры. Ну, то есть, понятно, что у нее, если мы приведем ее… Ну, в общем, если поняли, что ненулевые угловые миноры, то можно вот так вот посчитать. Тут, кстати, легко заметить, что за бесплатно получается диагональный вид. В теореме Якоби. Потому что, ну, вот мы привели к такому диагональному виду. Значит, ладно. Дальше, как я обещал, лемма, с помощью которой мы будем доказывать… Которую мы докажем, из которой мы выведем теорему Якоби, из которой потом выведем критерий Сильвестра. Можно сначала вопрос, что такое сигнатура и как она записывается? Сигнатура… Смотрите, мы привели к… Мы можем привести квадратичную форму к диагональному виду. Более того, мы на диагонали можем сделать, если у нас над r, мы можем сделать единицы, минус единицы и нули заменой. Правильно? Если у нас был вот такой вид, то мы над r можем взять новые координаты, как корень из x1' мы можем взять x1' корень из q11x1. И, соответственно, у нас будут плюс-минус единицы в зависимости… Ну вот, если считать, что все q и положительные, а тут стоит плюс или минус единицы. то… Ну или тут я напишу там плюс-минус, да, в зависимости от знака q. Получится плюс-минус единицы на диагонали. Значит, сигнатура – это такой просто три числа. Это число единиц, число минус единиц и число нулей в таком вот диагональном виде квадратичной формы. Значит, мне казалось, у нас было такое определение. Определение было, а как это записывается, по-моему, не говорили. Ага. Ну, то есть, как бы это довольно бессмысленно, потому что если мы умеем переводить к диагональному виду, то мы уже разберемся, сколько там единиц и минус единиц. Но вот есть отдельная ассигнатура. Это в учебниках, мне кажется, учит так, что это тройка чисел. Значит, число единиц, число минус единиц и число нулей в каноническом виде. То есть, там, например, скобка открывается 3,6,1 типа того? Да. Да, вот 3,6,1. Это значит, что у нас есть 1,1,1, минус 1, минус 1,6 раз и еще 3,0. Почему 3,0? Ой, 1,0, извините. Не знаю, почему 3,0. Вот так вот, да. А вот тут 6. У нас не могут единицы и минус единицы? Да могут как угодно, да, да, да. Ну, опять же, мы можем уже перенумеровать координаты. Ну, вот. Так, еще вопросы. Хорошо. Тогда, значит, дальше Лемма. С помощью которой мы доказываем теремию Коббиска, с помощью которой мы доказываем Критей Сильвестри. Лемма. Что... Ну, вот вы помните, тут надо вспомнить метод Лагранжи. Значит, вспомним метод Лагранжи и утверждение такое. Если мы, вот делая метод Лагранжи, мы там либо выделяли полный квадрат, ну, то есть собирали все, ну, просто выделяли полный квадрат. Либо делали какие-то замены типа xy вместо xy пишем там x минус y x плюс y. Глобально было два вида действия в методе Лагранжи. Вот. И в Лемме мы говорим так. Если в методе Лагранжи есть только выделение квадрата, в методе Лагранжи встречается для данной квадратичной формы только выделение полного квадрата, тогда и только тогда когда все угловые миноры не равны нулю. Когда все угловые миноры не равны нулю. Ну, все угловые миноры порядков меньше либо равных рангу Q. Значит, понятно вообще, что говорится. Вот мы, у нас есть какая-то квадратичная форма. Мы, ну, давайте какой-нибудь пример. Вот у нас есть какая-нибудь квадратичная форма. Не знаю. x1 квадрат плюс 2 x1 x2 плюс x2 в квадрате. Такая замечательная квадратичная форма. С такой матрицей. У нее, кстати, какой ранг у этой квадратичной формы? 1. 1. 1. 1, ранг 1, потому что у этой матрицы ранг 1. Ну, действительно, заметим, что это, конечно, супертривиальный пример, но сейчас давайте какой-нибудь менее тривиальный придумаем. Ранг 1, значит, должен быть угловой минор 1 на 1 не равен нулю. Ну, и все. Действительно, угловой минор 1 на 1 не равен нулю. Кстати, 2 на 2 равен нулю. И когда мы делаем метод Лагранжа для этой формы, мы что делаем? Ну, мы как бы выделяем полный квадрат. Мы говорим, что x1 штрих равно x1 плюс x2, значит, и все. А x2 штрих равно x2. И у нас получается, что квад x это x1 штрих в квадрате. Такой довольно тривиальный пример. Давайте еще какой-нибудь пример придумаем. Менее тривиальный, значит. Ну, давайте вот так. То же самое. Плюс еще... Ну, нет, хорошо, ладно. Ну, вот так, например, да? Ну, хорошо, вот так. Значит, матрица какая в квадратичной форме? Так, кто скажет, какая матрица? 1, 1, 1, 1. Почему? 0, да. Ага. Диагонали тоже единички. И на 2-3 единички. Короче, везде единички. Да, отлично. Вот такая форма. Значит, какой ранг? Матрица или форма? Ну, так это одно и то же. По определению ранг формы это матрица. Или не 2? Какой какой? 2. 2. Да, вроде действительно 2. А сейчас нет, а почему 2? Стоп. 3. 3, 3. Конечно, 3. Ага, ага. Да. Значит, теперь смотрите. Да, ранг 3. Теперь, смотрите, делаем метод Лагранжа. Но сначала группируем все с х1. Получается что? Получается х1 штрих равен х1 плюс х2. х2 штрих равно х2. х3 штрих равно х3. Получается q от х, это как бы первый шаг, шаг 1. выделили полный квадрат. q от х. Что получается? х1 штрих в квадрате плюс 2х2 х3 плюс х3 в квадрате. только тут штрихи везде, да? Правильно? Вроде да. Так, хорошо. Что дальше делать? Еще раз? Ну да, мы хотим к гиганальному виду привести. Надо еще раз. Значит, что теперь делаем? Можно еще раз как мы х со штрихами получаем объяснить? х1 плюс х2 плюс х3. Ну, смотрите, как мы выделяем полный квадрат. Берем все с х1, дополняем до полного квадрата. Чтобы дополнить до полного квадрата, надо добавить х2 в квадрате. Все, вот это вот полный квадрат, и х1 больше нигде не встречается. Это х1 плюс х2 в квадрате. А, все, поняла, спасибо. А мы говорим тогда, что х1 штрих – это х1 плюс х2. И получается так. Надо добавить и вычесть х2 в квадрате. Да, тут можно действительно написать так, что это х1 штрих в квадрате плюс х3 штрих в квадрате плюс х2 штрих в квадрате плюс х2 штрих в квадрате. И вот это все, это все полный квадрат. Это будет х3 два штриха. Ага. Значит, шаг 2. х1 штрих равно х1 штрих, х2 два штриха равно х2 штрих, х3 два штриха равно х2 штрих плюс х3 штрих. Правильно напишу? И тогда получается, что х2 штриха равно х2 штриха квадрате плюс х3 два штриха квадрате. Да. Кстати, мы говорили про критерий Сильвестра, там вроде про отрицательную определенность тоже можно понимать. Да, это правда, но это мы оставим в качестве упражнения. Но вот смотрите, что получилось. Получилось, что тут мы сделали два раза на шаге 1 и на шаге 2 выделение полного квадрата. Но тут какая-то проблема возникла. Но при этом, смотрите, считаем теперь угловые миноры. q1 равен 1, q2 почему-то равен 0, а q3, ну, наверное, не равен 0. Минус 1, что ли? 1, минус 1, да. Так, сейчас, а где же? Ну вот, видите, у нас проблемы некоторые, потому что я обещал такое утверждение. Подозрительно это. А у нас не должна быть матрица, которую мы сделали потом на диагональном виде выполняться? Ну там-то это выполняется, да, но это вообще-то… Наш пример нам все порушил. А что мы хотели? Ну, хотели сказать, что они будут… А что, это неправда, что ли, как я хотел сделать? То есть я хотел сказать, давайте, может быть, пробуем доказывать эту лему, которая как-то, кажется, не очень работает. Может быть, станет понятно. Вот видите, у нас мы два раза сделали метод Лагранжа, два раза выделили полный квадрат и при этом у нас… Да. У нас последняя Q получилась положительно определенной? У нас же там… Нет, положительной определенности не получилось никакой, но как бы неважно. Тут у нас же… у нас в Лемме ничего не говорится про положительную определенность. В Лемме говорится просто про то, что угловые миноры будут не нулевые. Мы пока как бы про положительную определенность ничего не говорим. Там эти угловые миноры, они могут быть положительные, отрицательные. Главное, что они не нулевые. А тут почему-то он у нас получился нулевой. И главное, он… Все правильно посчитали, да? Вроде да. Хорошо, давайте вот что посмотрим, как выглядит… матрица перехода, когда мы выделяем полный квадрат. Вот на что я хочу посмотреть. Ну вот даже в этом случае… Как выглядит матрица перехода в шаге 1? Давайте посмотрим. 1, 1, 0. Выглядит матрица перехода при выделении полного квадрата. Ну, сейчас, наверное, разберемся. Значит, да, вот у нас есть шаг 1. 1, 0, 0, 1. Как вы говорите? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0. 1, 0, 0, 0, 0, 1, да? Но она должна быть такой, что x1… Как должно быть? x1, x2, x3 равно c x1' x2' x3'. Наоборот должно быть. А, или… Нет, или правильно. Нет, наоборот, да? Должно быть вот так. Что старые в координатах, старые через новые. Поэтому не совсем так. Тут у нас… Тут надо обратную посчитать. Это c в минус первый, на самом деле. Ну, или выразить x и через x штрихи, но это тоже несложно. Как выражаются x через x штрихи вот здесь? Ну, x2, x3 там… Угу. И осталось вычесть, наверное, из первого, второго. Ну, да. Да. Вроде бы, x1 – это x1' минус x2'. Да? Да. x2 – это x2, x3 – это x3. Да. Значит, c, на самом деле, это 1 минус 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ну, вот. И… Да, отлично. И, значит… Теперь, ну, теперь смотрите, если у нас есть… И, значит, а что мы знаем? Что… И, смотрите, так будет, в общем-то, всегда, да? Если мы делаем выделение полного квадрата, то у нас все переменные, кроме какой-то одной, не меняются. А с одной что-то происходит. Ну, вот мы там добавляем, вычитаем. Какая-то тут будет вместо x1' минус x2' в общем случае какая-то там сумма, зависящая от коэффициентов нашей квадратичной формы. Ну, вот. Ну, это, как бы, такое наблюдение. А дальше мы знаем, что q' – матрица квадратичной формы в новом базисе, да? Это c транспонированная qc. Правильно? Да. Хорошо. Значит, теперь дальше… Ну, если у нас получилось… Теперь хочется сказать следующее… Что… То есть у нас такая, как бы, верхняя треугольная у нас… Теперь смотрите, что… Какая логика? Какую логику? Я, на самом деле, сейчас доказываю лемму, которая вроде как неправильная, но сейчас мы поймем, где лажим. Значит, ленька такая. Пусть у нас все угловые миноры порядков до ранга не равны нулю, да? Или, наоборот, сейчас… Или в какую сторону будем доказывать? Борис Сергеевич, а там Арина вопрос задала в чат. Ой, я пропустил. Сейчас. Ну, вот смотрите, это означает следующее, что мы приводим нашу форму к диагональному виду методом Лагранжа. Это значит, что есть два способа… Ну, как бы, это такой метод. Мы его, вроде, обсуждали, но когда-то обсуждали. Видимо, мало обсуждали с этим. И… С одной стороны, есть… Эдметод Лагранжа, в нем есть несколько, как это называется, действий. Вот действие номер один – это выделение полного квадрата, как мы тут в примерах видим. А действие два – это, может быть, другой пример. Где-нибудь я его сейчас впихну тут. Это, например, три. Как привести к диагональному виду форму q от x, равную x1, x2? Тут никакой полный квадрат не выделишь. Тут надо делать какую-то другую замену переменной. Например, x1… Что-что? Разность и сумму мы как-то делали. Ну да, да. Например, x1 – это x1' плюс x2', а x2 – это x1' минус x2'. Это не выделение полного квадрата, это такое хитрое действие, другое преобразование в правильную основу. И в методе Лагранжа… Ну и тоже, если мы… то получится разность квадратов. Это будет x1' в квадрате минус x2' в квадрате. И фраза в методе Лагранжа встречается только выделение полного квадрата. Это значит, что трансформации вот такого вида, который не выделение полного квадрата, не встречается. А встречается только выделение полного квадрата. Хорошо? То есть, понятно, что когда мы выделяем полный квадрат, например, мы можем несколько раз выделить там, а потом появятся опять все квадраты. То есть, когда нельзя выделить полный квадрат, когда нет ни одного просто квадрата. Вот, например, здесь, в этом примере 2, если бы… Вот тут у меня уже миллион всего, конечно, нарисовано. Но если бы в примере 2… Вот он, пример 2. Если бы в примере 2 не было, например, вот этого члена, то мы бы выделили первый раз полный квадрат. У нас бы осталось только попарное произведение, с которым бы надо было как-то побороться. И пришлось бы не полный квадрат выделять, а вот этим трансформацией второго типа пользоваться. Понятно? Арина, скажите что-нибудь. Да, спасибо, понятно. Ага, ага, ага. Отлично. Ну вот. Значит, смотрите, что. Логика следующая, что… Вот давайте мы посмотрим, как связаны… угловые миноры… Ну, вообще, как связаны миноры матриц q' и q? Да? Вот у нас есть такое равенство, как связаны… угловые миноры матриц q' и q. Например, как связаны определители матриц q' и q? dq' и dq. Ну, смотри, тут все выписано, c в минус 1, c выписано, c транспланированная, но, наверное, понятно, как будет выглядеть. Как связаны дед q' и дед q? Так, прием. Это простой вопрос подсказка. Что? Про определители? Да. Наташа говорит, что они равны. Ну, да. Ну, как? Определитель q' – штрих. Это определитель c транспланированная… Произведение определителей, и там получается, да, что равны. Просто дед. Угу. Но, смотрите, у нас c – верхняя треугольная матрица. Ее определитель – просто произведение диагональных элементов, то есть единичек. Значит, определитель c – единичка. С транспланированная, соответственно, нижняя треугольная матрица, но тоже единички на диагонали, у нее определитель тоже один. Значит, вот это вот равно 1, вот это равно 1, значит, это равно просто дед q. Не изменился. Хорошо. Теперь утверждение, что мы можем это равенство ограничивать на подматрице. Да, вот мы возьмем, то есть вот возьмем первые, первые две координаты. Да. Там тоже есть матрица q и матрица q' – штрих. И вот тут, видимо, у меня мое рассуждение ломается, потому что что-то нельзя так просто лихо ограничивать. Да, какая матрица q' – штрих тут получилась у нас? q' – штрих на 1, 1, 1, 0, вот такая что ли? А там не минус 1? Неправильно написал. Вот такая, да? Вот такая. А нет, все нормально, да? Вот матрица q' – штрих вот такая, правильно? И действительно у нее от 2 на 2 определить равен нулю. Что логично, но, значит, нам не поможет. Но в любом случае я хочу сказать, что вот, значит, это равенство. Вот это равенство звездочка. Короче, что-то я вас запутываю. Равенство звездочка можно ограничивать на угловые подматрицы, рассматривая q от меньшего числа координат. Ну, то есть вот у нас было, что q от x – это, сейчас я в пример перепишу, вот так вот, как тут было, да, x1 квадрат плюс 2x1x2, x1 квадрат плюс 2x1x2 плюс x2 квадрат плюс 2x2x3 плюс x3 квадрат. А мы ограничим, ну вот, на двумерное пространство, натянутое на x1, x2. Вот, значит, ограничим вот так. А было и было q' – штрих, которое, значит, в штриховых координатах записывалось вот так вот. x1 штрих в квадрате плюс x3 штрих квадрате плюс x3 штрих квадрате плюс 2x2x3 плюс 2x2 штрих x3 штрих. И когда мы ограничим на первые две координаты, останется вот такая штука. Мы просто ограничиваем такое подпространство, натянутое на x1, x2. Вот если мы ограничили, то для ограничения тоже самое будет верно. Но и матрицу С мы тоже ограничиваем. Вот у нас была матрица С. 1, минус 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Значит, мы тоже ее ограничиваем вот так. Конечно, от того, что мы ограничивали матрицу С, у нее определитель перестал быть, не перестает быть единичкой. И поэтому все равно угловые миноры сохраняются. То есть, вот дед Q2 будет равен дед Q2 штрих. Где Q2? Это такая 2 на 2 угловая. 2 на 2 под матрица. Матрица Q. Так, понятно вообще, что я говорю сейчас? Я не уверена, что это правда. У нас же дед Q2, мы вроде сказали, что 0. Да. А дед Q2 штрих у нас сразу не будет. А, да, будет. Да-да-да, тут как бы все правда. Ну, то есть, да. Ну, в смысле, мы можем ограничить, да? Ограничить мы можем, тут нас ничего не запрещает. И это равенство, вот это рассуждение тоже не перестает быть верным. Поэтому все нормально. И это с вычислениями нашими коррелирует. Все в порядке. Тут вот, ну, Q2, ну, вот это Q2 штрих. Q2 штрих, это матрица такая 1, 0, 0, 0. У нее определитель 0. Определитель матрицы Q2 штрих, штрих, она же не будет совпадать. Да, вот тут какая-то проблема возникла. Сейчас, сейчас, сейчас. То есть, так все-таки нельзя делать, да? Все сломалось. А как же, почему сейчас, почему мы не можем ограничить? Ну, тут, конечно. Неважно, да. Загадочно. Придется что делать? Ну, я не там. Ну, хорошо. Тогда к вам вопрос. Как доказывать критерий Сильвестра? Ян, это, на самом деле, такой способ. Ну, то есть, может быть, можно более в лоб это делать. А не таким хитрым способом, как я хотел. Но что-то почему-то не сложилось. Где-то ошибка. Где ошибка, непонятно. Мы хотели доказать критерий Сильвестра с теоремой Яковлевой с какой-то лимитой. Да, да, да. Но не очень получилось. Ну, то есть, смотрите, если вдруг мы научились бы доказывать теорему Яковлевой, то мы бы сказали так, что если, то пусть, значит, все, как мы доказываем критерий Сильвестра из теоремы Яковлева, мы говорим, что пусть все угловые миноры положительны. Но если все угловые миноры положительны, то они больше нуля, то есть не равны нулю. Значит, мы можем привести ее по теореме Яковлева к такому виду, как здесь написано. И тогда она, конечно, будет положительно определена, потому что у нее все знаки перед квадратами положительны, потому что все эти миноры угловые положительны. Ну, и наоборот тоже, если форма положительно определенная, то в том числе и в диагональном виде у нее... Ну, в общем, в обратную сторону тоже очевидно. В диагональном виде у нее будут все плюсы, значит, в таком виде мы запишем. Поэтому из теоремы Яковлева, теоремы Лагранжа, это очевидно. То есть теорема Лагранжа, критерий Сильвестра, извините, это очевидное следствие теоремы Яковлева. Лагранжа, критерий Сильвестра, извините, Наверное, тут проблема в том, что надо аккуратнее сказать про метод Лагранжа, то есть что именно разрешено в методе Лагранжа. Ну, вроде бы все нормально. А может быть... Да, я понял, причем я был неправ, мне кажется. Я был неправ, в чем, что в формировке Леммы. Лемма не очень правильная, поэтому... Сейчас Лемма неправильная, поэтому все примеры тоже не работают. Что не только в методе Лагранжа встречается выделение полного квадрата, а только встречается только выделение полного квадрата, да еще и только с переменной, с номером 1. Понятно, что я говорю? Нет. Ну, вот смотрите, здесь мы сделали метод Лагранжа, здесь мы сделали выделение полного квадрата, вот в примере номер 2, с переменной x1, с номером 1, а потом на шаге 2, с переменной, с номером 3. И такое нам не разрешается. Нам разрешается только выделение полного квадрата, с переменной, с номером 1. Значит, выделение полного квадрата с переменной на x1. То есть вот этот пример не подходит. Пример 1 подходит, а пример 2 не подходит, потому что у нас есть шаг 2, где мы выделяем полный квадрат не с переменной 1, а с переменной 3. Давайте сделаем пример 3. Вот такой. Значит, x1 квадрат плюс 2x1x2 плюс x2 квадрат плюс 2x1x3 плюс x3 квадрат. Значит, в чем разница? Тут раньше было x2, x3, теперь x1, x3. Значит, матрица какая? 1, 1, 0. Да. Соответственно, 1, 0. Вот такая, да? И опять сейчас ничего не получится. Какой бы… Ну, давайте хорошо. Сейчас нужен какой-то пример, да, чтобы все получилось. Все равно там вылезет x2. Наверное, надо… Ну, давайте я тут… Знаете, как? Пусть будет x1 квадрат плюс 2x1x2, и остальное… Ну, оставить только x3 квадрат. Ну, это тогда не очень интересно. Давайте я вот… Давайте я вот тут четверку напишу. И тут тогда будет двойки. Вот. Значит, тогда как выглядит метод Лагранжа? Надеюсь, что сейчас что-нибудь получится. Тогда как выглядит метод Лагранжа? Шаг 1. Мы выделяем полный квадрат с x1. Это значит, будет x1 квадрат плюс 4x1x2. Ну, плюс… 2x2. Плюс x1, 4x2. Ну, плюс 2x1. Давайте хорошо напишу. 2x2 плюс x3. Правильно? Плюс 2x2 плюс x3 в квадрате. Минус… Правильно я выделяю полный квадрат? Вот это вот полный квадрат. Согласны? Да. Отлично. Так, а кто-нибудь вообще следит еще или все, уже все потеряно? Я стараюсь следить. Вроде бы правильно. Ага. Отлично. Значит, ну что получается? Получается, x1 плюс вот эта такая штука 2x2 плюс x3 в квадрате. А тут что остается? Кажется, x3 в квадрате убивается. И остается минус 3x2 в квадрате минус… 4x2, x3. Все равно ничего не получилось. Все равно плохой пример, да? Ну хорошо, значит, осталось так. Давайте посмотрим. Нет, хотя, с другой стороны, тут все нормально должно быть, да? Крямо-определитель. Да, хорошо. Значит, посмотрим, что получается. x1 штрих – это x1 плюс 2x2 плюс x3. Да? x2 штрих – это x2, x3 штрих – это x3. И что получится? Ничего хорошего не получается. Как же так? Как же так? Опять ничего хорошего не получается? Потому что не выполнено то условие, которое я хотел. А если выписать q1 – это 1, q2 – это минус 3. А q3 – чему равен определитель этой матрицы? Вроде не 0, да? 1, q2 – это минус 4, минус 4, минус 4. Тоже не 0. Как же так? Обратное доказательство будет работать. А пример не хочет работать. Получается, тут x1 штрих квадратия, минус 3x2 штрих квадратия, минус 4x2 штрих, x3 штрих. И тут, хочешь не хочешь, надо со второй буквы делать. То есть, в этой леме опять не получается тогда и только тогда. Все угловые миноры не отрицательно. А вот у нас получилось метод Лагранжа. Но, может быть, только с переменой x1. А, ну, хорошо. Нет, не хорошо. Так, ну, ладно. Давайте до чего-нибудь дойдем. Значит, видит ли кто-нибудь, как тут поправить ситуацию? Что за ерунда? Мы можем делать, но всегда должны x1 заменять. Да, да. Но хочется сказать, что мы всегда выделяем полный квадрат с x1, а остальные, то есть нам, ну да, остальные переменные как там вот, как с 1 схлопываются. А если попробовать рассмотреть какую-нибудь матрицу 4 на 4, может, тогда сможем понять. Ну, хотя там все равно будет под матрицу. Да. Вот именно. Какая-то ерунда. Какая-то ерунда, какая-то ерунда. Так не получается. Что-то где-то тут лажа в этой лемме. А если попробовать вот в третьем примере взять x1, x2, коэффициент единицу, а не четверка, и тогда там будет 1, 2, 1, 2, и… Нет, если тут взять 2, то опять будет… Единицу просто. А, единицу просто? Да. Ну, это особая разница не изменит, но тут все равно тут возникнет вот этот член. А, да. Поэтому это неважно. Ну, хорошо, давайте я вот как скажу. Значит, как-нибудь спасем ситуацию за последние 5 минут. Вот мы, значит, хотим все-таки доказывать критерия Сильвестрра. И пусть у нее угловые миноры все положительные в этой матрице. Хочется как-то все-таки критерий Сильвестрра, значит, вязать с медным лагранжем. То есть как-то вывести все-таки какое-то утверждение про угловые миноры. Наверное. Значит, очень странно, очень странно, очень странно. Ну, так тоже, конечно, не получится ничего. В общем, придется с этим продолжить разбираться на семинаре, видимо, сейчас. Но я призываю вас в какие-нибудь идеи. Какие еще? То есть вот можно ли понять, что происходит в меддилагранже, да, чтобы как-то понять, что если угловые миноры положительные, то все будет положительным. А у этой леммы есть какое-то название? Может, ее попытаться загуглить и посмотреть, что так или не так? Критерий Сильвестра. Ой, у этой леммы? Да. Не знаю, честно говоря. Просто проблемы же только в лип. Да? Да. что можно попробовать просто смотрите почему я говорю про метод лагранжи да можно попробовать доказывать по индукции вот смотрите значит для нравного 1 понятно теперь пусть значит для какое-нибудь предположение нужно что из у нас есть любая квадратичная форму от порядка ну то есть от 31 переменных приводится вот к виду суммы квадратов и является положительно ну то есть мысли что если главные миноры положительные то она будет положительной то есть будет переводится к виду суммы квадратов теперь возьмем форму от n переменных и выделим то слагаемое содержащие n переменную то есть сейчас я сделаю то же самое что мы сделали время но как бы без того что мы делали время то есть смотрите что давайте просто про все забудем значит все было неправильно критерий сильвестер по индукции наверное сейчас все получится почему-то то что я хотел сказать время оно оказалось неверно наверное продукции получится то есть пусть если для любой формы для любой q порядка n минус 1 все работает теперь рассмотрим q порядка n то есть q от x это какая-то сумма q и житых x и значит xg и g от единицы до n давайте значит соберем все с n буквой отдельно и отдельно значит будет q н н xn квадрат плюс ну то есть как бы будем выделять полный квадрат до плюс сумма q уже n xg xn до пож от единицы до n минус 1 плюс все остальное здесь уже нет q xn да да хорошо и жи и жи от единицы до n ну просто у нас квадратичная форма тенгу мы вынесем энную букву в отдельную штуку а здесь останется выражение в котором нет xn но это тоже квадратичная форма это тоже квадратичная форма причем это минус одной переменной вот n минус одной буквы и для нее по предположению индукции все работает потому что у нее нет буквы xn и все главные миноры вот у этой штуки они положительные и она вся значит положительно то есть приводится к сумме квадратов поэтому существует такая замена что наша q от x так кто-нибудь успевает не очень понятно что в ней будет ну будет все кроме xn ну как бы вот здесь вот смотрите вот посмотрим вот на эту квадратичную форму вот там где есть x3 это вот эти два слагаемых а все остальное там где нет x3 а можно еще раз мы же условно по джей перебираем эти коэффициенты. Почему у нас там не будет на месте jn, а на месте и другого? В плане... Сейчас. Мы вычеркнули qnn и q что-то n, а qn что-то у нас там же останется. Поэтому там у нас будет xn. Нет? Ну, у нас все симметрично. Да. Поэтому это все засунулось сюда. Вот сюда. То есть, в случае нет xn, это тоже какая-то сумма от j по... От единицы до n-1. Где j не равно n. Да, да, да. Но я тут, может быть, чуть-чуть неаккуратно написал, но смысл именно такой. Ну, дальше смотрите. Ну, хорошо, еще... Давайте задержимся на... Еще на 5 минут, и там, не знаю, семинар попозже начнем. Чтобы уже добить это. Дальше смотрите. Значит, q от x получилось. Вот это вот qnn xn квадрат плюс сумма от единицы dn минус 1. У нас квадратичная форма, поэтому у нас как бы... Ну, q1, 2 равно q2, 1, и оно все здесь. x, g, xn плюс... Дальше есть замена переменных, которые... Эту форму размера n минус 1 приводит к диагональному виду, на диагонали будут значит только эти самые стоять неотрицательные штуки. То есть плюс сумма, я так напишу, от единицы до n минус 1, y, y и t в квадрате. Вот к такому виду. Замечательно. Замечательно, значит... Ой, только я тут должен где-то y написать. Вместо вот этих x житых я должен тоже написать y. Да, вот тут вот... Тут я напишу y, а тут напишу q штрихи. Нормально? А можно чуть-чуть вниз экрана? Вот это вот после замены переменной, замены переменных, которая возможна по предположению индукции. Ну вот, мы, значит, сделали так. А дальше... Дальше... Дальше нужно провести какую-то работу, а именно ну нужно... Все-таки не за одно действие, да? Нам нужно теперь избавиться как бы вот от этих... От этих... Вот от этого слагаемого каким-то образом. Ну как избавиться от этого слагаемого? Надо по очереди выделить полные квадраты по всем переменам y1, yn-1. Значит, дальше, чтобы... Дальше выделим полные квадраты по переменным y1 и так далее, yn-1. То есть, ну вот, y1 в квадрате плюс там q штрих 1n y1 xn вот этот выделяем полный квадрат и так далее. Будут новые переменные z и еще что-то в xn соберется. Да? Так, ну, видимо, ладно, еще мне надо несколько минут. Но давайте, наверное, как бы, в общем, мы там выделяем полный квадрат. Получается, опять надо написать матрицу перехода, которая получается и, ну, посмотреть, что происходит с определителем, который qn-ный. Утверждает, что он не изменится и таким образом будет счастье. Вот. Это очень похоже на то, что я пытался сделать с леммой, но попроще. Ну, ладно, давайте, я не знаю, на этом остановимся, наверное, а то и так уже... Ой, где? Что? Что происходит? Вот. А то и так уже почти час. Значит, ммм... ммм... Продолжение следует...